Девушки отдыхают 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 Все это привело, что эти два клубы сегодня работают на основе полной симбиозы. Сталгорзов — Гукс Вавров, а Гукс Вавров — Сталгорзов. Но эти два клубы в той же время идут в одном направлении, улучшаются в действиях и имеют взаимодействие в целом. От стороны формальной, здесь есть два особня. Два особня номера НИП. Ты — председатель в Гуксе. И полна особня с клубом. То есть выхованки из Гуксу тратят в Сталгорзов. И еще раз. Выхованные Гуксу с вами в Сталгорзов, потому каждый в этой ситуации как заводник Сталгорзов от начала может быть принадлежность клубову как Сталгорзов СА. Даже не заводник, а уже адепт в момент, когда приходит на питбайк, потому что это тоже сейчас пообщается в стреме питбайк, которую проводит безусредельно Сталгорзов. Один адепт от начала списан как адепт Сталгорзов, а затем заводник Сталгорзов, то есть он от начала в структурах Сталгорзов. То есть можно прийти, что Гукс проводит поездку для Сталгорзов? Да, в этот способ. А скажите, что ты много много в Ваврове в Ваврове потому что занимаются много в Ваврове? Зайти будут много в Ваврове. И чтобы еще более замочить образ, то добавим, что właщителям объекта в Ваврове есть гмина Санток. Да, он. обеекту в Ваврове с гм. Санток, зарядка обеекту в Ваврове с ГУКС Вавров, который проводит занятия для Стали Горзов, то так для полного замыкания, как вам вспоминал. Окей, ну и доброе. Илью вас там хлопцов, скажи мне сейчас, в том моменте? В этой хвили мы четыре заводники с ликенцией МЖЭТ и шести адептов приготовленных с ликенцией. МЖЭТ. Тренинги отбываются два раза в тюг. Втоки, четвертки и в weekendы мы заводы. В этой хвилии есть так много, что практически каждый weekend здесь выезжаем. Можете запытать, как есть бюджет того, как каждый weekend выезжаете. А скажи мне, до вас можно доходить? В каждой хвили мы готовы. Наборы трвают через секцию питбайк, потому что в этой хвилии мы... Ну, то ваще я хочу запытать. Ну, то в таком разе пройдем до питбайка на хвиле, потому что натурально и так вернемся до Мини Жужла. Зачинася забава в Жужел от уровня питбайка. И ты будешь там также тренером. Но ты же сталкиваешься в структурах Стали-Горзов. Так, да. Я, генерално, затрудненный в Стали-Горзов эко-тренер. И это заровно секции питбайк, как и секции Мини Жужел. Секция питбайк проводит в засаде Петр Рембас, которому я в этом помагаю, но проводим это вместе, но он собирается этим ледом этой институтой. Проведимые тренинги также два раза в неделю. Это «Наймолчая группа хлопцев», до которой можно запись от шестого года до шестого года. Тати членники, родители, адептов, обычно тех же, создают от нас через контакт или через интернет, через интернет radio, через Молодой Стал. Каждый найдет какой-то такой знакомый. И когда такой родитель, что его сын должен быть так-направдным, а через родителя должен быть с нами общаться, вовремя приходит на тренинг, клуб выпосаживает такого ребенка от стоп до голов в строй, буты, мотоцикл, каск и такой ребенок может попробовать, что это для него, если есть разговор по стороне и клуба, и такого адепта, мы начинаем тренинги. То есть каждый родитель, у которого ребенок, который будет интересен взрослением с жужжем, с мотоциклом, может пригласить вас и достает комплектный спрят? Каждый в соответствиии в определенном возрасте, потому что стоит быть в пределе между 6-9 лет, потому что таких сейчас в таком пределе... 6-9 лет на питбайк? Так. Но питбайк, то есть какие-то элементы жужжла, или только освоения с мотоциклом? Да, в общем-то освоения с мотоциклом, но эта техника где-то там преника. Ездимы по торже, но немного кроссовым, он тоже идет овальный, едем в левую сторону, по-за тем, что есть какие-то утруднения, в состоянии каких-то гурки, каких-то закрэтов, немного меньше, чем на жужжлу, но в общем-то мы уже готовим под контакт с мотоциклом, не стрикт жужжловым, потому что не едем на торже жужжловом, но в общем-то не ездит за долго на питбайке, потому что мы не хотим шклить кроссовцев, только жужжловцам. В общем-то, я хочу задать это вопрос, что я тебе тоже попсую, потому что то, что ты говоришь о питбайках, то выпиш, вымалуй, тоже пасует до мотоцикла. Ну, потому что это мотоцикл, и это очень-очень, и это очень-очень, так что может быть так, что кто-то идёт на питбайки, и потом выфрунит, и по великой воле мотокросс, больше мне пасуют хопки, чем в лево. То если кому-то так пасует, то мы никого там на силу жужжловца не сделаем. Генерално каждый, кто приходит, менее-очень, мы определим, какой-то цель этих тренингов на питбайке, чтобы увидеть, как этот хелик раздит на мотоцикле. В общем-то, как раздит себя с риwiалом, это тоже, что важно подкратить. И это очень-очень, что это для этих ребятов. Они тренуют в группе от шести до десяти этих ребятов. Они тоже все время с собой. И все-очень, это всё-очень, что-то естественно, есть какие-то цели, кто-то только что ездить, а кто-то тоже есть такие что-то, чтобы по-сциклить. Окей, а на этих пидбайках где ездите? На торже кроссовом на заварчу, за тором, как бы, главным на улице Фабрышной. То есть едем фабрышной до конца. На прежде всего хранится для животных. Которится асфальт и едем дальше. Да, окей. На прежде всего Азорков. Окей, если бы кто-то там хотел посмотреть, то можно там до вас подъехать. То еще раз, чтобы с тобой скотатовать, там с Пиотком Рембасом, бо чей-то сын в веке 6-9 лет, хотел бы спробовать, то через медиа спо. Фейсбук Молода Стал, на строне клубу тоже есть номер телефону. Так что, как кто-то будет шука, то на певно зайдем. Окей, ну и пусть мы уже старших хлопцов, 10 лет и старших. И в этом моменте входим уже в ми-жужел. Окей. Окей. Чы можно начать забаву, может я так скажу, до видов, я знаю ответственность на это питание, но задаешь, чтобы Павел мог сказать. В веке 10 лет можно начать забаву в жужел, пригоду с жужжем, с поминяем питбайков? Всякие этапы, как бы, всегда можно поминять. Показываю нам приклады. Виктора Ясиńskего, на przykład, начали в веке 18 лет в ogóle забаву в жужел. Но раньше был очень активным заводником. Мотокроссу. 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 Домор, мы в этом году. Мотокроссу. На митижург. Навальники в этой системе тренируются на своем спряте, а клуб, потому что теперь водного завода тренировалり, больше всего этого производства. И все же если 즉 родни, которые разговаривают. Да, точно. Вот также. Ниджург поможет нашему々у в компрентах. Домор турниках. Навального завода были только по раме клубовой. Шуток. Мотка. Это какая-то интересная вещь. Ну и что мы сейчас можем сделать? Хлопцы, ехать под пруд. Ну, можно и так. Не знаю, что будет в камерах видеть, но удалось нам человека заменить, чтобы под пруд не ехал. Ну, я не знаю, что он будет вернуться. Но, я не знаю, что он будет вернуться. Ну, а потом будут такие неспешные ситуации. Где мы? Ну, я помню, что мы сейчас сделали, что они достали рамы. Так, сейчас адепти достают все свой спрят. С силником, что важно сказать, с силником для тренировки, а не для заводов, потому что это немного другие силники. Адепти достают тренировки, которые достают рамы клубовые. Силники имеют свои, но клуб партнеры в ремонтах этого спрят. То есть, наконец, там тоже идти вместе. А с года на год строим гораздо большую базу спрятовую, потому что стартовали от зера. Каждый у нас свой спрят. То есть, что год мы что-то покупаем. Так. Приходи на минитор, особенно в спидбайке, где мы уже знаем, что это за партнер, что нужно посадить спрят, чтобы попробовать сейчас этот минижужжл, потом мы знаем, как он на питбайке. Поэтому мы можем использовать партнер на миниторе в целый спрят. Но эту базу целый раз комплектируем, потому что мы желаем, чтобы она была гораздо выше. И эти ребята у вас в мини-жужжлу до? До? До, так на правде, до 13-го року жизни могут, а целуем в 12-й року жизни, потому что 13-й року жизни адепта это, в котором можно сдать лицензию на 250-ки. В связи с чем мы хотим, чтобы этот рок потреновал. Потому что не зависит нам. Это очень хорошо, когда мы получаем пухарные, когда мы получаем награды индивидуально или клубы, но цель надземный будет проводить его через все эти категории, так чтобы он финал сдаёт 500-ки и в будущем мог быть заводником первой дружины. То есть это все прежде. Но по дороге есть еще одна категория. То есть минижужда еще одна. Докладно, 250-ки. Учинаем, как бы, рог быстрее минитор, чтобы мог начать тренировать на 250-ках, в связи с чем эта карьера минижужда, так на правде, то есть от 10-го до 12-го года в жизни, а потом отданный до дальнего шкала на Дужом Торже. Окей. И тут твоя роля уже закончится? Ну, закончится... Ну, кто принимает 250-ки? Петр Швист. И они потом тратят в руки Петра Швиста. И там мы молодцы, которые от 12-го, 13-го года. И закончат 250-ки. В котором моменте? 15-й год жизни то есть здание лицензии 500-ки. Уже wcześniej они... Пресиадали? Да. Так, потому что от 12-го года тоже могут тренировать на мотоцикле 500-ки... от 14-го, от 12-го на 250-ки. На 500-ке то есть та сама рама. В засаде в той chwili класса 250-ки тоже заменяется в класу 500-R. То есть силник 500-ки за звэшкой в газнику. То есть только один маленький элемент технический, который... Ма на целу? Ма на целу уменьшение... Моц. Моц. Так, чтобы ци хлопцы втяжали się от немного слабших спрятов. По вытягиванию этой звэшки то есть силник 500-ки, такой, который гливализирует в лиде, в связи с чем тоже шибкий есть этот прескок и они так на правде уже езждают в заводах в класе ниже и тренируют на мотоциклах уже готовых, таких, каких... В засаде, выходząc уже от тебя, через Пётра Палуха, через 250-ки до 500-ки и уже под опеку Пётра Швиста? Пётра Швиста, точно. То есть всё очень пленное и они от начала по-настоящему проникают эти класы между собой и мы хотим, чтобы это было как-найбардей пленное, чтобы на каждой из этих клас этот пётр не засиделся, потому что так, как маленький заводник от этого шестого роста, так же муси рослить мотоцикл, который есть с ним, чтобы он не привыкнулся за много до одного конкретного мотоцикла. Вчера были зарзуты, что с мини-тором приходят патриот с какими-то злыми навыками и так далее, случилось такое ситуации, потому что когда человек садился на мотоцикл в лет 6-7-8 и ездил до 15-го года даже, потому что это так случилось, то эти 7-8 лет на одном мотоцикле можно заселить и слабить какие-то навыки, а в той же время цель такой, что заводник растет вместе с мотоциклом и это как-найбардер-плывное прежнение, мы считаем, что это как-найбардер на плюс. И последний пункт, который мы на сегодня в этой кроткой и динамичной разговоре. Если кто-то хочет увидеть как твои адепти списуются на ми-жужлу, то еще есть в этом году импреза. Сезон еще у вас не закончил. Так, используя хорошую погоду, потому весень в этом году в этом году у нас целый час тренуем, а 9-го листопада в соботе плануем такое закончение сезону. Неподлеглостиные дербы ми-жужловые. През целый год, что важно тоже подкреслить, треновали с нами адепти с Талгорзов. Друга дружина Фалубас. И целый формат? 15 бегов? Мы берем немного гостей, потому что мы у нас четыре гостей. Фалубас тоже собираем четыре гости из Польши. И едем в такой мяч лиговый. Для мячов тоже очень аттракционная форма, потому что на каждый день не имеют возможности мяч, а это для них много эмоций. А на этих заводах ми-жужловых заводы индивидуальные, либо паровые. А тут дружина на дружину. Я думаю, что для них тоже что-то файное. Для кибицей на певне что-то файное, потому что уже от какого-то не видели жужла. О жужлу только говорили, слышали более формально, и теоретически. А файно будет еще раз услышать. А тут еще можно немножко почувствовать этой прядкости вывлосок, но в Аверове завси веет, поэтому это будет. Слушайте, шановни Państwo, мы уже поводку закончим, поэтому запрошем вас с 9 листопада до Ваврова о године 13. 13. на mini-жужловые derby земли лубусской. Так есть. Запрошем сердец. А моим гостем был Paweł Парес, тренер Стали Горзов, тренер Гуксу и тренер Стали Горзов. Так есть. В категории Питбайк 140. Питбайк и mini-жужл. Докладно. Павел, дякую за прийтие за приглашение. Дякую и поздравимы сердец. Музыка Музыка Редактор субтитров А.Семкин